16 октября от имени президента республики Таджикистан Эмамали Рахмона был устроен официальный прием в честь президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Главы государств выступили на приеме. Дорогие гости, дамы и господа, мне доставляет огромное удовольствие еще раз обратиться со словами приветствия к уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, моему дорогому другу, президенту Азербайджанской республики и представительной делегации братского Азербайджана. В рамках визита уважаемого Ильхама Гейдаровича у нас состоялся содержательный и конструктивный разговор, в ходе которого мы наметили пути для вывода нашего взаимодействия на более высокий уровень. Азербайджанская республика занимает важное место в структуре международных отношений нашего государства. В совпадении позиций наших стран по многим вопросам международного и регионального характера и концептуальные подходы Таджикистана и Азербайджана к ним в международных и региональных организациях еще больше способствуют динамичному и последовательному развитию таджикско-азербайджанских отношений. Новейшая история таджикско-азербайджанских отношений доказала верность избранного нашими странами курса на долгосрочное и эффективное взаимодействие, основанное на принципах доброжелательности и взаимовыгодного партнерства. Сегодня, подписав ряд важных документов, мы усилили существующую договорно-правовую базу и тем самым еще раз выразили волю и решимость к более тесному сотрудничеству. Хочу также выразить надежду на то, что нашими совместными усилиями, опираясь на свои культурно-исторические корни, мы сможем достичь намеченных целей взаимовыгодного сотрудничества во благо наших дружественных народов. Уважаемый Иван Ильич Шарипович, уважаемые друзья, подходит к концу мой официальный визит. Хотел бы еще раз выразить благодарность вам, уважаемый Иван Ильич Шарипович, за гостеприимство. С первого момента пребывания на вашей прекрасной земле мы чувствуем себя как дома. И сегодняшний день был очень насыщенным и очень плодотворным. Мы с вами, как вы отметили, обсудили широкую повестку дня наших отношений. Состоялся очень объективный анализ того, что происходит вокруг нас, а также обмен мнениями, очень искренний по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Главное, наш результат работы – это то, что мы наметили пути конкретного развития наших отношений. Имея прекрасные политические отношения, сотрудничая активно в международных структурах и поддерживая друг друга по всем принципиальным вопросам, мы, конечно же, должны активизировать работу на экономическом фронте. И те решения, которые были приняты в рамках работы Межправительственной комиссии, дадут очень скоро свой позитивный результат. Наше сотрудничество опирается на историю, на общность наших народов, на многовековую дружбу наших народов. И сегодня, как два независимых государства, наши страны – активные члены международного сообщества, страны со своей независимой политикой, внешней политикой, страны, которые работают активно над укреплением региональной безопасности. И думаю, что от взаимодействия наших стран, от тесной координации наших усилий, будет также во многом зависеть и региональное сотрудничество региона Центральной Азии, Каспия, Кавказа, потому что мы все имеем одну цель – сделать лучшую жизнь для наших людей, наших граждан, укрепить независимость наших стран, укрепить международные позиции наших стран. Мы обсуждали очень в открытой атмосфере важные вопросы международной жизни, взгляды наши совпадают. Мы нацелены на конструктивное сотрудничество. Через сотрудничество, через диалог, взаимопомощь мы можем добиться еще большего. В двусторонних отношениях у нас никаких нерешенных вопросов нет. Наоборот, есть стремление к новым проектам, стремление объединять усилия, объединять наш потенциал в различных сферах. Гуманитарное сотрудничество является основой наших отношений. И сегодня, будучи в Национальном университете Таджикистана, я, обращаясь к студентам, к профессорско-преподавательскому составу, также говорил о важности гуманитарного сотрудничества. Мы имеем большой потенциал в этом направлении. И также стремимся к тому, что молодое поколение наших стран так же тесно дружили, как и мы. Я уверен, что и члены делегаций, и министры будут брать пример с президентов, как мы относимся друг к другу, уважаем друг друга и дружим. Наши встречи с Ивановичем носят регулярный характер на всех международных мероприятиях. В этом году уже несколько раз, когда бы мы ни встречались, мы всегда обращаемся друг к другу, как братья. И это даёт очень хороший импульс и нашим отношениям, а также всем тем, кто на своём рабочем месте решает важные вопросы, будь то в правительстве, либо в парламенте, либо в общественных структурах. Я очень удовлетворён результатами визита. Подписана декларация, важнейший политический документ, который будет определять будущее развития наших отношений. Другие документы также очень важны. И смотрим будущее с оптимизмом. Хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить уважаемого президента Ивановича Шариповича в Азербайджан в любое удобное для вас время.